Девушки отдыхают Отвез 300 тысяч рублей А назад привез магнит на холодильник Суд говорит, лучше бы камушек Ну, во-первых, камушек ели Чемодан влез, во-вторых, его отобрали на таможне А в третьих Вы камушками интересуетесь Вы что, строитель? Он говорит, нет, ювелир Друзья, моя сегодняшняя миниатюра Она посвящается профессиям Ну, кстати, сегодня так много новых профессий Что вы? Я недавно слышу Один второму говорит Знаешь, Митя Я бы поработал таргетологом Или тренд-вотчером Или агрегатором контента И на худой конец, просто обычным тьютером Второй говорит, а я, Витя Попробовал бы себя в краунфандинге Фандрайзинге Или бы поработал кавистом Я стоял, слушал И всей беседы узнал только два знакомых слова Витя и Митя И это беседа двух подростков 40-45 лет Шутка, но без шуток, друзья В каждой стране есть профессии Которые характерны именно для этой страны У меня знакомый приехал из Японии Некто Валерчик такой Говорит, Ген, ты что, у них есть такая профессия Знаешь, называется обнимальщики Они эти обнимальщики и так классно снимают стресс Что ты? А он все время стрессует этот Валера У него прозвище даже Валерчик Катаклизм С ним все время что-то происходит Он недавно вот купил телевизор За 150 тысяч Да? И в первый же день Его кот столкнул телевизор на пол Да? И ремонту не подлежит Я говорю, Валер Ну, получается 150 тысяч коту под хвост Что ты за это с котом взял? Ген А что с ним сделаешь? Он, зараза, породист А сам 200 тысяч стоит Вот Он рассказал мне, что в Японии Там существует специальное кафе, где снимают стресс Там вместо столиков Это реально Я проверял потом уже в соцсетях Там вместо столиков кровати Если человек приходит в плохом настроении Мужчина, например Он может заказать обнимальщицу Они ложатся на эту кровать Обнимаются Да Вот снимают стресс Но никакого интима Ну, говорит, Ген Два стресса подряд Мы что, хуже, чем в Японии? Я двух обнимальщиц пригласил Ну, мы же всегда все улучшаем Я думаю, одежда Тактильный контакт наружит Мы полностью разделись с ними С девчонками Обнялись Снимаем стресс А жена Тамара Возьми и на три дня раньше Вернись от матери Ген Я никогда не думал, что у нас с Тамарой Может быть такое недопонимание Вообще не поверила в японский метод Так и сказала Мне не нужна твоя, Валерушка, любовь Кому теперь ты нужен без зубов? А в Скандинавии есть профессия Которая называется Собачий налоговый инспектор У меня есть один знакомый Его зовут Тима Он живет в Турку Финн Он говорит Ген, у нас налог на собаку Около 700 евро И многие прячут собак Чтобы не платить Я говорю И что этот собачий инспектор должен делать? Ну, он ходит по квартирам Если заподозрил, что где-то собака Он должен уметь лаять как минимум 20 способами Он подходит к этой квартире И начинает гавкать И бывает гавкает минут 15 А то и полчаса Я говорю И какой бывает результат? Ну, если собаки нет Просто по морде могут дать А если он лает И отлайкали с той стороны 3,5 тысячи евро штраф Я говорю Ничего себе, сочиняешь Меня самого штрафовали И я решил собаку уже не покупать И купил новую собаку Красиво ее назвал Гульфик Поставил видеокамеру И дождался Когда эта тетка Собачий инспектор Подкралась к моей двери А я взял скотч И морду Гульфика Перемотал скотчем Она гавкала минут 20 Я смотрел это кино И хохотал внутренним хохотом Я говорю Чем закончилось? Гульфик не выдержал И завыл Я говорю И что? С меня взяли налог за волка А в Италии Есть профессия Называется Слушатель пармезана Слушатель сыра Ну, я вначале думаю Че его слушать? Сыр-то Ну, хотя С другой стороны Если у тебя праздничное настроение Ты не только сыр можешь Отслушать Любые продукты Ну, если серьезно В Италии Сыр пармезан Созревает 3 года Да? И слушатель этого сыра Должен обладать Абсолютным слухом И он молоточком Постоянно постукивает По сырной головке Определяя степень его готовности И эту информацию Услышал Грузчик дядя Гриша Из элитного Супермаркета Четверочка Ну, когда беседовали Старший маркетолог С младшим Маршендайзером Вот Когда все ушли Он взял головку сыра Итальянскую Взял молоток И просто Как мог Постучал И он туда Ра Оттуда Он даже чуть не протрезвел Говорят, после этого Вообще пить бросил А я написал комментарий Я слушал сыр Потом я слушал колбасу Потом я слушал борщ Потом бобы Как хорошо, что перед этим Я в лесу Отслушал непонятные грыбы А профессия психоаналитик Она пользуется спросом В любой стране Потому что сейчас столько стресса Друзья, да Столько фобий Я выяснил, что даже существует Такая фобия Страх перед красивыми женщинами Представляете? Знаете, как называется? Каллигенофобия А страх перед некрасивыми? Нет? Ой-ой-ой-ой-ой Шкифобия А как называется Страх закрытого пространства? Клаустрофобия Вот дедушка Едет к внуку в гости Внук живет в многоэтажке На 25 этаже Дедушка заходит в лифт Доехал до 6 этажа Открывается дверь Заходит такая, знаешь, деваха Лет так 20-25 Такая вся кровь с молоком Причем со сгущенным Здесь все Юбка вот здесь начинается Здесь же и заканчивается Губки такие Уточка На водопое Они едут Дед на нее смотрит Проехали этажи и 5 Он говорит Красавица Останавливай лифт Она говорит Не поняла Останавливай лифт Она останавливает Выходи давай Она говорит Дедушка Я не поняла Он говорит Выходи давай Иначе я за себя не отвечаю Это пример Когда несколько фобий Объединяются в одну У детей тоже бывают фобии У меня знакомый доктор Как раз Специалист по этим фобиям Рассказывает Мама привела мальчика Ему лет 5 Говорит Месяц уже Не может заснуть спокойно Говорит Не могу спать Под кроватью страшилище Страшное Чудище ужасное Страшилище страшное Чудище ужасное Врач говорит Да, ну детские фобии Как появляются Так и проходят Даже не обращайте внимания Не надо лечить А что там у вас под кроватью-то? Она говорит Да ничего Обычная двухъярусная кровать Сверху он спит Снизу я И я написал комментарий Все ушли Врач выпил водки Валерьянку И фистал Он сам от этой тетки Чуть заикаю не стал Я недавно выяснил Черепного отсека Слышали, нет? Слышали? Ну правильно Как вы могли слышать Я только вчера Это сам придумал Друзья Ну Придумать можно Все что угодно Но важно Чтобы на профессию Был спрос Назвать род деятельности Можно как хотите И чаще хлоп И моргащол И дрындовоз Зарплату Главное Нормальную Платите И чтобы без стрессов И рецессии Желаю счастья Всем профессии Ведь все профессии Нужны И все профессии Удачи вам В трудовой деятельности Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому